где-то полгода назад друзья я собрал из чайки вот такую штуку а друзья отвлекся на петуха и центробежная сила вами сегодня я илья калашников на волшебстве керамики здравствуйте и мы в гостях ударе сурковой в лаборатории керамики магазине 6 конус с 60 65 как вы думаете что это напишите в комментариях здравствуйте сегодня я расскажу вам о новой массе которая появилась у нас в магазине очень важный потому что она на 1200 градусов и белая эта масса называется чайка хотите овладеть стихиями огня воздуха воды и волшебной глины у нас есть пятидневная обучающая программа новички и бывалые керамисты со всей страны приезжают к нам научиться крутить на гончарном круге изучить оборудование и технологию производства керамики мы рекомендуем гостиницу берите отпуск и приезжайте также у нас есть и видео курсы на разные глиняные темы подробности по ссылке в описании эта масса называется чайка вот она посмотрите на образцах она есть как в пластичном виде артикул у нее с 60 65 так и в литейном виде уже жидкая готовая для литья артикул у нее с 61 31 можете посмотреть на стенд здесь представлены образцы этой массы набитые в плиточке на разные температуры обожженные и мы видим что она 1200 она имеет такой прекрасный белый цвет конечно чуть чуть более серый чем на 1100-1150 но зато 1200 она уже имеет очень низкое водопоглощение где-то полтора процента это позволяет ей давать очень хорошие результаты при взаимодействии с глазурями если вы посмотрите таблицу цека на нашем сайте то увидите с какими глазурями она хорошо себя ведет с какими не очень и вот с большинством хорошо это прекрасно а тем не менее обратите внимание что она 1220 например она может уже деформироваться поэтому прежде чем какое-то ответственное изделие отливать сложная или тонкая сделайте первый тестовый обжиг прежде чем партию отлить вот соответственно что еще про нее интересно рассказать диапазон обжига до 1200 1250 и это говорит нам о том что это хорошая замена массе мкф-1 или массе pfl-1 которые у нас к сожалению ушли с рынка конечно по характеристикам она отличается немного но все равно это такая хорошая белая масса она хорошо гончарится она хорошо лепится держит форму хорошо но обратите внимание сушки к сушке она привередлива то есть ее нужно сушить бережно без резких перепадов температуры без резких дуновений ветра то есть под пакетиком желательно несколько дней пока там не схватится в остальном облитье литейная версия очень приятная нам понравилось пластичная версия конечно пришла первая партия туговато то есть ее нужно размочить чтобы формовать но мы тоже работаем с производителем над этим и надеемся что она будет все более и более приятной по работе в дальнейшем подытоживая вышесказанная масса это обжигается на шестой конус поэтому приходите к нам в шестой конус за этой массой поскольку у массы чайки хорошая белизна и хорошие характеристики по взаимодействию с глазурями мы думаем частично перевести собственное производство утиля который вот вы сейчас видите на экране на эту массу литейную нам нравится как она себя ведет в работе и это хорошая альтернатива нашему шликеру который мы делали частично из тфф-1 на базе тф-1 вносили еще свои добавки в него нам нужно было чтобы он был пористом белом и на 1200 к вот будем пробовать переходить на чайку самый крупный собственный клиент в том числе да обратите внимание на особенность этой глины она уже буквально на второй день после поставки нам на склад зацветает и это для работы не критично то есть наоборот даже многие керамисты говорят что масса становится более пластичные с этой вот зеленой штучкой штучкой перемяла все вот перемяла все ли вы можете попшикать хлоргексидином чем-то таким антисептиком она уйдет если вам она неприятно и вы не хотите ее приминать на самом деле то что она есть это показатель того что внутри нет биоцидов у меня есть гончарная школа и однажды мы купили американскую глину из семерых пять вдруг начали чесать руки они покраснели через несколько часов после того как мы начали работать оказалось что даже на упаковке американцы пишут об этом только в респираторах и только в перчатках работать с этой глины но никто не обращает внимание а кто у нас будет с глиной работать в перчатках поэтому это вечный компромисс между экологичностью и с плесенью и добавками биоцидами и пластичностью мы из чайки лепили сами пробовали ее в литье нам все понравилось и вот даже наш мастер выкрутила такие маленькие чашечки и на гончарном круге ей тоже понравилась масса в работе и мы сейчас просим дорогого илью калашникова оценить эту массу со своей профессиональной точки зрения выкрутить какие-то большие изделия из нее или сложные на его усмотрение и сказать свое мнение будем очень признательны попробуем во-первых надо сказать что сейчас чайка практически безальтернативная глина в смысле керамической массы для микропроизводства если конечно вы небольшой завод и не мешаете глину себе из горы коалина которые успели запасти то чайка это то что нужно для высокой температуры и именно наша по моим представлениям это хорошая влажность глины для транспортировки потому что чуть чуть более влажная и она прям размокает и теряет товарный вид но это камень его не прокрутить поэтому я разрезаю его вдоль ее чайку и я думаю что я разрежу на 4 части 3-4 сантиметра наверно это максимум и дальше она просто впитывать не будет вообще вообще говоря это полуфарфор вот фарфор вообще нужно разжамкивать руками прямо в воде полуфарфор чуть-чуть набирает водичку поэтому задача облегчается заливаю водой и водой я заливаю до верха вот так вот лежит глина примерно сутки ну можно ночь и вполне не размокает а достигает той влажность которая мне нужна вот примерно такая становится консистенция красная бы глина полностью растворилась за ночь шликер это нет это все-таки полуфарфор она набирает воду не так что прямо готова раствориться вот например некоторые комочки плохо набрали воду ну я их как-то вот откладываю беру самые что называется размягшие ну и вот в таком виде уже можно начать усреднять все по влажности некоторые комочки похоже на резину и мы должны избавиться от этого резинового эффекта переименанием минуты три переминки и резиновость уходит приходит тестообразность превращаю все в шарик и здесь уже проявляется тестообразность этой глины она прям как тесто уже не резиновый эффект а именно тесто она так чуть-чуть в руке оплывает когда шлепаешь с одной стороны она с другой стороны чуть-чуть оплывает не так сильно как филимоновская или скопинская глина милославская я имею ввиду но тем не менее такой эффект есть поэтому такие комки как правило лучше центрируются но требуется очень большая бдительность и аккуратность замечательная глина в этом состоянии прямо великолепная но ошибок она вам не простит она не прям так сильно скручивается и гофрируется если вы ее разжижили достаточно но хочу предостеречь что в этом состоянии она может находиться недолго если лежит на столе она заветрится и очень быстро станет опять каменной и еще она может быстро также перемокнуть вот и все я за центрировал ее но надо быть прямо предельно аккуратным чтобы ни в коем случае нигде не передавить иначе эта ошибка дальше начнет тиражироваться захожу внутрь расширим очень аккуратно это надо делать здесь цена ошибки очень дорогая когда крутишь красную глину с песком то можно не так сильно аккуратничать а здесь она еще чуть-чуть и оплывет поэтому тут надо прям ювелирность кстати обратить внимание шликер здесь прямо фантастически густой прям как сметана генерируется на раз-два вот именно шликером наверно она может крутиться эта глина лучше чем даже водой вот он сразу густой петухи кстати тут ходят и наступают мне на педаль гончарного круга чуть было не снесли горшок а друзья отвлекся на петуха и центробежная сила развалила мне изделие да что-то пошло не так по моему задел случайная педаль так что следите за центробежной силой вот так давайте заново прям здесь и и за центрируем и перемешаем чтобы не ходить на мешковину вот так вот перемешиваю и удаляю все пузыри и внутрь пальчик засовываю чтобы у меня не захлопнулись пузыри новые вот тут под шумок я сделал изделие и достаточно большое нависание вот здесь и особенно здесь и у меня фарфор начал оплывать немножко но я укрепил его феном давайте посмотрим как он себя сейчас начнет вести в принципе все держится и на удивление я даже могу его чуть-чуть подправлять карточкой в принципе даже могу и докрутить это не возбраняется сложность состоит в том чтобы угадать с влажностью потому что чуть-чуть прогадаете влажность и он упадет чуть-чуть прогадаете влажность и наоборот он будет как камень не будет крутиться вот в этом сложность но по сравнению допустим с фарфором марки тфф он крутится лучше и размокает лучше то есть выбирает себя чуть-чуть лучше водичку глина не простая не просто она тем что нужно на кончиках пальцев чувствовать влажность потому что диапазона рабочей влажности гораздо уже чем например вот у нашей красной глины тем не менее если вы размочили глину и получаете радость от общения с глиной значит вы в правильной влажности работаете если вы отминаете глину слишком долго на мешковине мешковина впитывает воду и глина также может начать трескаться вот это вот прямо следите за этим поехали глина может быть достаточно капризной если у нее много приклеек а вот если приклеек у нее нет и обдувается она со всех сторон одновременно то достаточно не капризная если же у вас вдруг возникли проблемы с сушкой я записал отдельный онлайн-видеокурс он доступен по ссылке внизу в описании и там я сушу очень капризную красную глину в основном хотя я рассказываю про белую если же у вас трещины возникают на белый то курс просто обязателен потому что у вас внутри закладываются излишние напряжения которые могут потенциально разорвать изделие уже после его продажи даже через несколько лет не говоря уже о том что трещины могут появиться от глазури например и просто кто-то возьмет за ручку изделия даже утеленная ручка может отвалиться просто потому что ручка может высохнуть быстрее чем все остальное туловище и заложить там внутри напряжение поэтому следите за этим если же вы научитесь сушить красную капризную глину который уменьшается аж до 20 процентов во время сушки то уж белую точно вы научитесь хорошо сушить понимать как внутри закладываются или не надо закладывать напряжение где-то полгода назад друзья я собрал из чайки вот такую штуку это хитрая форма это тор то есть бублик в него можно залить водичку ну или любой другой напиток вот туда да здесь он полый внутри составной то есть есть ножка есть туловая есть вот верх и крышечка ну и есть прилепы вот такие то есть хитро это все сохнет но ничего не потрещало конечно нужно быть осторожней напоминаю про курс по сушке снизу хотите научиться крутить выкручивать такие штуки тоже приезжайте ко мне в гончарную школу или на интенсив ну надо сказать что глина высокотемпературная то есть это сразу ограничение если у вас печь для мастер-классов предназначена как правило это низкотемпературная белая глина это все-таки высокотемпературная белая масса это уже полуфарфор то есть он хорошо спекается ну и давайте еще покажу вам одну штуку горшочек который я выкрутил утром я в принципе его днем уже проточил точится она тоже прекрасно можно чуть-чуть пофенить ну то есть феном пройти сели горелкой и уже в общем-то этот горшок подвержен точению то есть диапазон влажности маленький считайте это за та же особенность этой глины приобрести данную керамическую массу можно по ссылке внизу в описании но я продолжу точить а вы обязательно посмотрите плейлист про глину у нас много керамических масс и обзор на них а также приезжайте на гончарный интенсив научиться лепить и крутить и сказочные волшебной глины вот здесь ну а с вами был я илья калашников на волшебстве керамики до скорых встреч